Gucci, Nike, Timberland, Eco или некачественная обувь из Китая, плоскостопие, мозоли на ногах или просто дискомфорт. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о 10 самых лучших производителей мужской обуви. Считается, что мужчинам сложнее выбрать обувь. Первое, она должна быть удобной, хорошо скроенной и подчеркивать статус владельца. Потому список лучших брендов это классика, проверенная временем и опытом. Итак, на 10 месте бренд спортивной обуви и одежды Nike, занявший 9 место в списке самых популярных по версии лист. Кроссовки сегодня часть повседневных образов, а спортивный гигант не нуждается в излишнем представлении. Кажется, чуть ли не все имеют хотя бы одну пару от Nike. Ценовая политика очень широкая, от 90 до 400 долларов за пару. Джокс, еще один бренд из бридж-сегмента, попавший в десятку лучших. У него очень широкий модельный ряд и ориентация на несколько стилей. Ценовая категория – бридж. Лоферы за 130 долларов, кроссовки за 160 долларов и челс за 220 долларов. Эко – отражение скандинавского минимализма и максимальной функциональности. Эта обувь считается самой удобной. Она имеет ортопедические подошвы, изготавливается из плотной эластичной кожи, хорошо пропускает воздух и имеет доступную стоимость. Так, пара лоферов, кроссовок и ботинок будет стоить в среднем 160, 170 и 230 долларов. Следующая в топ-10 – это Богнер, удачно сочетающийся классические элементы и любовь к спорту. Бренд принадлежит к бридж-сегменту, то есть ценовая категория средняя. Кроссовки, кеды и ботинки обойдутся в 400, 380 и 500 долларов. На шестом месте представитель элиты итальянский бренд Fratelli Rossetti, который прославился, изготавливая отличную обувь под заказ. Кожа используется тонкая и мягкая. Материал для подошв легкий, благодаря чему модели сочетают максимальный комфорт и прочность, что в свою очередь принесло бренду верных почитателей. Купить лофере туфли и кеды получится от 500 до 700 долларов. Бизнесмены, владельцы крупных компаний и любители классики предпочитают туфли с Антони. Считается, если проведешь деловую встречу в правильной обуви, сделка точно состоится. Кожаные дерби и замшевые туфли бренда обойдутся 600-700 долларов, а кеды – 400. Еще один представитель класса люкс – Биллионер. Основанная в 2005 году компания очень быстро попала в вышлисты. Обувь бренда полюбилась покупателям благодаря нестандартному декору и фактурам. Купить туфли, макосины и кроссовки можно от 700 долларов. На третьем месте старинный итальянский бренд Premiato. Компания долгое время оставалась относительно незаметной для широкой аудитории и покупателей. Это не значит, что у нее не было своей клиентуры. Скорее наоборот. Фирма существовала с 1885 года и занималась производством дорогой высококачественной обуви. Марка стала достаточно известна на родине и, несмотря на расширение и большие объемы выпуска, безупречно сохранила качество в мастерской по ручному изготовлению брендовой пары. Мировая известность догнала лайбл после масштабного ребрендинга. Второе место. Американский бренд Timberland, чья визитная карточка – горчичные ботинки. Компания делает упор на комфорт и износостойкость, чем и заслужила любовь покупателей. Также обувь Timberland ценится за водонепроницаемость и сухость в любую погоду, что реализовано при помощи специальной запатентованной бесшовной технологии склеивания подошвы. Так как история бренда очень интересная, мы сделаем про него отдельный выпуск. На первом месте премиум бренд Gucci. Gucci, основатель итальянского бренда, открыл первый магазин в далеком 1921-м. Сначала там продавались только чемоданы и сумки. Но в начале 50-х годов основатель бренда увлекся скачками и придумал легендарные лоферы Горсбит. Так появилась обувная линия Gucci. Модель Горсбит сразу стала популярной, благодаря своей необычной пряжке и цветового решения, которая позволяла носить лоферы с довольно формальными костюмами. И они до сих пор остаются одним из главных хитов Gucci. Но теперь этот список прополнился массивными кроссовками и даже шлепанцами с логотипом бренда. В этом выпуске мы разобрали, какие бренды являются лучшими в каждом сегменте. Можно точно сказать, кто шьет не просто качественную обувь, но и правильную, которая отработает все вложения. Ну и человеку для ежедневной носки обуви нужно учитывать два фактора. Первый – это климатические условия. Второй – анатомическое строение вашей стопы. Потому что все это влияет на ваше здоровье. Спасибо за просмотр. Обязательно напишите свой любимый бренд обуви в комментариях. Поделитесь видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем спасибо. До свидания.